Привет, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о самых типичных ошибках в кормлении кошек. Вдохновилась я на это видео, читая комментарии на ютюбе и в телеграме. Ребятки, хочется, чтобы вы этих ошибок не допускали, поэтому сегодня у нас будут пункты, как нельзя кормить кошек, что не нужно делать в кормлении кошек. И еще сегодня будет розыгрыш вот такого классного фонтанчика для питья. Я вам с удовольствием отправлю победителей этого розыгрыша, но условия этого розыгрыша я скажу в конце этого видео. Вот такая вот я вредная, потому что очень хочется, чтобы вы посмотрели все ошибки в кормлении и не допускали их. Фонтанчик от Китфорд, вот такой вот классный. А начнем с ошибки, это кормление кошек со стола. Ребят, я вроде бы об этом говорю очень-очень часто. Со стола кормить кошку, это очень, это наверное самое плохое, что мы с вами можем сделать. Многие путают натуральное питание. Многим людям кажется, что натуральное питание это кормление котлетами со стола с борщом. Ребята, нет, кормление со стола ничего не имеет общего к натуральному питанию кошек. Натуральное питание кошкам есть. Ссылка на него, пожалуйста, я оставлю в описании. Перейдите, посмотрите, что такое натуральное питание кошек. Это самый полезный вариант кормления кошек. Дальше, это кормление кошек одним мясом. Вот прям мышечным мясом, все больше не внутренних каких-то органов, не костей. Хотя это тоже необходимо кальций нашим кошкам. Это кормление одним мясом. Эти ребята, которые кормят одним мясом, они сидят в клиниках потом, и их питомцы восстанавливаются в клетках, потому что у них очень сильно ломкие кости. Они ломаются буквально, спрыгивая вот с кровати. О высоких когтевточках я вообще не говорю. Дальше уже такие, знаете, более тонкие моменты. Влажный и сухой корм в одной миске. Ребята, вообще влажным и сухим кормом, в принципе, добавлять их в рацион хорошо. Но нужно их разделять во времени. Например, утром и вечером ваша Васенька ест сухой корм, и периодически там в течение дня вы ему даете влажный корм. Так? Чтобы пищеварение шло сначала с одним типом корма, потом с другим. Чтобы пищеварение было наиболее у нас продуктивным. Чтобы все у нас впиталось, все нужности и полезности. Не смешиваем в одной миске влажные и сухие корма. А влажный и сухой корм должен быть одной фирмы. Если это Примордиаль сухой, то пусть он будет и влажный. Если это Грандорф сухой, то пусть он будет и влажный. Не надо ставить, у меня тоже есть это вот как раз в моем списке, разные корма, разные мисочки с кормом. Здесь у нас даже самые лучшие, пусть это будут корма, там, Аплаус, Гоу, Нау. Вроде бы очень хорошие корма. В разных мисочках стоят, и котик их прям одновременно может кушать. Это тоже не полезно, не нужно так делать. А дальше под звук пережевывания нашей якусти мы поговорим о том, что о переходе. Я вот миллион раз, мне кажется, говорила, уже миллион раз, но ничего, миллион первый, миллион и один, я еще расскажу. О переходе с одного корма на другой корм. Ребята, минимум этот переход должен составлять неделю. Плохо переходить резко с одного корма на другой. И даже если это новый корм, будет супер хороший, просто идеальный там корм, да, это может возникнуть несварение, жидкий стул. Следующий пункт, мне кажется, вызван вообще нашей любовью к нашим кошечкам, это большое количество лакомств. Про лакомства тоже хочу снять отдельное видео. И лакомства, в принципе, если они хорошие, правильные, это не так страшно, но везде на их упаковках пишут, что лакомств не должно быть больше 10% в рационе. Вот до меня доходят слухи, что вот наши кошководы, которые ну очень любят своего Васеньку, может там и 50 и больше процентов в его рационе давать лакомств. Васенька с удовольствием это кушает, потому что это очень вкусно. И, конечно, он это будет есть, ребят, должен быть основной рацион, его корм, там влажный, сухой уже, смотрите сами, но либо у Вас натуральное питание и 10, ну не больше 10% лакомств. Я вообще считаю, что лакомство это баловство, но мы с Вами не можем без этого прожить, поэтому лакомство есть в нашей жизни. Дальше такой пункт очень удивительный, что корм должен соответствовать возрасту кошки. Например, котенок до года, примерно до года, должен есть корм для котят. Не нужно кормить его взрослым, тем более кормом для кастратов. И наоборот, взрослой кошке не нужен корм для котят. А в корме для котят белка гораздо больше, чем нужно взрослой кошке. Там ровно столько белка, сколько нужно маленькому растущему котенку. Поэтому, ребята, давайте стерилизованные кошки будут есть корма для стерилизованных кошек. Котята будут принципиально есть только корма для котят. Следующий пункт меня подвергает, ввергает всегда в какой-то тихий ужас, когда я это читаю или мне приходят сообщения. Есть в интернете такая тенденция, такое течение мейн-куноводов, именно, которые кормят своих мейн-кунов собачьим кормом. У меня слов не хватает передать все свое негодование. Аргументируют о том, что большой кот, он почти как собака. Он должен есть крупные гранулы, поэтому надо кормить его кормом для собак. Ребята, это разные виды. Там такой разный баланс микроэлементов и нутриентов в собачьем корме и в кошачьем. Ребята, это вообще очень плохо. Это даже, знаете, не для экономии делается. Это по каким-то идейным соображениям. Ребята, если вы меня смотрите, и мое мнение для вас что-то значит, переставайте кормить кошек собачьим кормом. Ребята, ну это я не знаю, это вообще уже все. Кто это распространяет в интернете, вот мне интересно. Хотя, вы знаете, я вот сколько мне присылают сообщений про ветеринаров, я вообще уже ничего не удивляюсь. Потому что мы с вами знаем, что даже человеческие врачи могут кормить ерунду говорить. Ну а что ветеринары, это те же самые люди, которые тоже могут нам вот такие приколы рассказывать. Я не удивлюсь, если это из какого-нибудь ветеринара идет. Также хочется сказать про небольшой пункт. Это вот купили очень хороший корм, Васенька есть хороший корм. И плюс ему еще дают какие-то вкусняшки, немножко подливают борща в мисочку с этим вместе кормом. Ребят, нет, даже просто, если есть даже основа корма, даже бонусом нельзя давать еду со стола. Если даже Васенька, ну очень хочет этой сгущеночки, не надо ему это давать. Понимаете, если вы ему один раз дали, он будет второй, третий, десятый вас просить. Не идем на поводу у кошек. Им даже просить интереснее, чем это есть. Вот честно, я по своим кошкам знаю. Вот им бы повыпрашивать, ну это прям очень классно. Витамины без показаний доктора. Ребята, вот на самом деле это большим количеством закармливаемых витаминов занимаются очень добрые и любящие хозяйки своих кошек. Я это вижу и вот, знаете, я не могу их ругать, они добрейшие люди и не хотят как лучше. Они хотят вот купить и таурин, и витамины группы В, и для вывода шерсти, и для, чтобы шерсть была замечательная, для мышц, для суставов сразу все дать и навалять еще рыбьего жира, чтобы все было хорошо у котика. Ребята, без показаний мы ничего не даем коту. В корме, я вот говорю, что лучше вы заморочитесь и купите хороший корм. Прям очень хороший. И супер премиум класс это Грандорф, Примордиали, Бруксфилд. Да, вот у меня есть рейтинг кормов там с огромным выбором. Тоже, пожалуйста, смотрите. Но добавлять еще витамины поверх корма, ребят, это не то, что не сбалансировано, а это плохо и приводит к тому, что вы будете лечиться потом от избытка. А давайте еще небольшие такие пунктики заденем. Это миски неудобные для кошки. Ну, самый банальный пример, это, например, для экзотов купить глубокие миски. Вообще глубокие миски не нравятся никому из котиков. У меня Джуля любит есть из как раз миски для персов, такая низенькая мисочка. Миски должны быть удобные. Они должны стоять в тихом, спокойном месте, не в коридоре, да, где движение, не около туалета, не около мусорки. Да, они должны стоять в удобном для кошки месте, чтобы кошке было там хорошо кушать. И миски удобные, не пластмассовые. Пластмассовая часто вызывает аллергии у кошек. А сейчас, ребятки, мы с вами займемся розыгрышем на моем канале. Это будет первый розыгрыш на моем канале. Я совершенно в этом ничего не знаю. Да я вообще, на самом деле, и в ютюбе, мне кажется, такой не самый понимающий, как правильно все делать, блогер. Мы сегодня с вами разыграем классный фонтанчик от Китфорд. Условия. Давайте сразу про условия розыгрыша этого фонтанчика. Вы должны быть подписаны на мой канал, поставить лайк этому видео, написать какой-нибудь хороший, добрый комментарий. И обязательно в этом комментарии оставить ссылку либо на свою страницу ВКонтакте, либо на профиль в Телеграме, чтобы я могла вам написать либо ВКонтакте, либо в Телеграм. Вообще, итоги розыгрыша будут в следующую субботу. Еще, ребята, большая тонкость я смогу отправить только по территории России. К сожалению, все другие страны... Давайте я в следующий раз на вас сделаю акцент и вам отправлю обязательно в следующий раз, что это очень хорошее. В этом конкурсе у нас участвуют только ребята мои из России, мои подписчики. И я вам с удовольствием бесплатно отправлю... Ну, я сама заплачу за доставку вот этот классный фонтанчик для животных. Я постараюсь разобраться с приложением рандомом, который выбирает рандомного человека. Вас у меня очень немного и все, в общем, любимые и знакомые, поэтому шанс выиграть фонтанчик очень большой. Фонтанчик вот такой красивый, абсолютно в стиле Китфорда. Как я помню, у них вот эти все наклейки отклеиваются. Ребят, я его не буду включать, не буду сильно там трогать. Это все-таки не моя вещь, это ваша. Он классный, хороший. Видео тоже, как он работает уже с сайта. Ребят, я возьму и вам поставлю. Результаты розыгрыша будут в моем Телеграм, в сообществе, на Ютубе. И, естественно, я вам напишу сообщение. В общем, постараюсь везде написать и в Телеграме, и на Ютубе. Ну, вот в вкладке сообщества, чтобы никто, никто не пропустил. Всем спасибо за просмотр, за внимание. Всем пока и всем удачи!